Здравствуйте, Андрей! Здравствуйте! Очень приятно и радостно, что сегодня уделили нам немножко времени перед вашей встречей с публикой, с аудиторией и решили ответить на наши вопросы. Хотели бы побеседовать с вами о актерской профессии. Насколько в данный момент актерская профессия актуальна, потому что многие грезят о сценической славе? Вы знаете, недавно, как вчера, я снимался в очень хорошей такой киноистории, и рядом со мной были непрофессиональные артисты, просто фактурные. Один был большой, очень такой, выше меня человек. И вот после того, как мы сыграли сцену с моим партнером, они так посмотрели нас и сказали, «Слушайте, ребята, мы-то думали, что это все так легко и просто». Оказывается, это действительно есть профессия, которой нужно владеть, которой уметь. И это они еще говорили в контексте кино, а что касается театра, это еще отдельный слой и пласт, потому что это очень сложно. Поэтому, конечно, из-за глянцевых журналов кажется, что это все только шампанское и красные дорожки. Но это, конечно, не так. И это большой труд, это серьезная профессия, которую нужно осваивать. И, в общем-то, осваивать всю жизнь, потому что нет пределов в хорошем смысле, в самом прямом смысле, нет пределов совершенства. Поэтому сложная, тяжелая, интересная профессия. Ну вот вы пишете на своем сайте, что еще в школьном возрасте вы уже принимали участие в театральных кружках. В какой жизненный момент вы уже осознанно поняли, что вы хотите быть актером? Когда это произошло? Я думаю, что последние два класса школы точно, а то и, наверное, и три, и с захлестом так, три, может быть, даже последние класса школы. Я уже понимал, что я без этого не могу, что мне интересно это, и математика для меня, при всем уважении к математике, чуть менее интересна. Вы успешный актер театра и кино. Расскажите, пожалуйста, чем отличается сцена театра от киноплощадки? Это же разные, наверное, вещи. Так нельзя однозначно сказать, что интереснее. Но в театре, конечно, больше свободы, потому что уже режиссера рядом с тобой нет, камера тебя не просто сделает второй дубль, и ты либо завоевываешь внимание зрителя, либо нет. Это и страшно, и интересно, и в этом есть, наверное, больше ситуативности и азарта, и это дает какой-то вот такой адреналин. Потому что все же кино – это очень сложно такое подчиненно-сочиненное искусство, потом искусство монтажа и так далее. Там что-то можно потом подстроить, а в театре ты беззащитен, и это дает тебе ответственность, ну и свободу. Вот так. А скажите, пожалуйста, вот очень интересно, спектакль «Матера Маргарита», о котором мы сегодня ведем речь, это ваша первая режиссерская работа? Нет, это далеко не первая моя работа. У меня были, так сказать, постановки в разных минимализме, в таких больших полотнах и в каких-то таких перформансах были. Вот. Но, конечно, «Мастер Маргарита» – это особая история, потому что это особое произведение и требует особых подходов. Не говоря о том, что это у нас мюзикл, а не драматический спектакль. Вот очень интересно о подходах. Какие вот режиссерские подходы вы используете? Потому что он же сложный спектакль, очень много мистических сцен. Как вы их реализовывали? Самое сложное – это было ограничиться несколькими линиями, потому что, к сожалению, все темы и все персонажи, и все линии, которые есть у Булгакова, нельзя вместить в тот формат, на языке которого мы будем говорить со зрителями. Если у человека немного опыта, да, вот как говорят, например, где-то режиссер увидел интересную личность, вот увидел в этом человеке харизматичность, и он пригласил его либо в кино, либо в театр. Возможно ли такое, что кого-то вот увидели, и этот человек подходит под главную роль? Вы знаете, у нас есть несколько актеров, которые очень хотят играть. У кого-то не хватает пока вокальных наработок, у кого-то актерских не хватает. Но они сами пошли на этот шаг, и они ходят, они репетируют, они смотрят. Есть желание, поэтому у нас не было такого, что я говорю, ой, давайте мы возьмем его и будем мучиться с ним. Нет, есть желание, получается, непрофессиональных актеров, а мы говорим, почему нет, давайте пробовать, потому что искусство дело такое, но иногда этот цветок актерский, вокальный может раскрыться и дать неожиданные поплоды, вот, скажем так. Поэтому, поскольку у нас очень живой организм, мы, вот у нас тоже есть несколько таких непрофессиональных актеров, которые хотят, ходят, занимаются, пробуют и работают. Спасибо. И вот в завершении хотелось бы такой узнать, есть ли секрет перед выходом, который, либо может быть ритуал, который вы используете перед выходом на сцену? Можете его раскрыть? Может быть у вас есть волнение? У вас уже большой опыт. Есть волнение, когда вы выходите на сцену? Вы знаете, волнение есть по-прежнему, и я думаю, что это хороший фактор для актера, быть всегда, не знать, что будет впереди. Это дает такой хороший трепет. Но перед каждым спектаклем разные ритуалы. Они касаются и каких-то бытовых вопросов, иногда я перехожу за два часа перед спектаклем, а иногда могу позволить себе прийти за 40 минут. Иногда могу ходить в костюме долго, иногда могу в последнюю минуту скачать с него. У каждого спектакля есть свои актерские, когда актеры собираются в круг, и есть какие-то свои такие, назовем так, считалки. Поэтому, ну это такая наша уже актерская кухня, и мы ее не выдаем. Хорошо, спасибо большое. Мы желаем вам больших творческих успехов. Обязательно придем на премьеру, нам очень интересно. И хотелось бы сказать, что эксклюзивное интервью для Санкт-Петербургской школы телевидения давал актер театра и кино режиссер Андрей Носков. Спасибо большое. Спасибо, удачи. Спасибо. 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 Спасибо.